МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне давно хотелось поговорить и обсудить тему того, что происходит нынче с современной российской журналистикой. Для этого я встретился с одним из корифеев российской журналистики, журналистом, основателем и генеральным директором информационного портала Дон Дэй с Амвелом Налбандианом. Нашу беседу предоставляем вашему вниманию. Надо будет сказать зрителям о том, что мы давно знакомы, чтобы не удивлялись, почему у нас такие понебратские отношения на ты и по имени. Своего рода стояли у истоков в каком-то смысле лайф-ньюс, когда он еще не назывался лайф-ньюсом. Сейчас это очень известное информационное агентство. Ну и Амвел сейчас возглавляет тоже не менее известное информационное агентство Дон Дэй, которое отличается своей правдой. И почему именно Амвел Армаисович сегодня у нас в гостях? Потому что мы и поговорим об этой правде. И, надеюсь, ничего утаивать от зрителей не будем. Мы поговорим о современной журналистике, о том, какая она, ну и прочее. Амвел, вот такой вот вопрос. Начнем как раз с этого. Какая она, современная журналистика, на твой взгляд? Ой, ну вопрос очень общий. Она, разумеется, разная. Она разная, эта журналистика. Но в целом, как бы, журналистика, как профессия, непосредственно черпающая свои ресурсы, свое вдохновение из общества, из его состояния, да, там, она, конечно, очень сильно отражает общественное настроение, общественное состояние, которое есть сегодня, если там мы говорим о России, там в России, если мы говорим об Армении, то в Армении. Пока о России поговорим. Да, пока о России, да. Конечно, сегодня очень сильно изменилась журналистика, мне кажется, по части разности мнений, да, там, сегодня такой разности мнений, такого, ну, может быть, очень немного старого, в нашем понимании слова, и избитого, как плюрализм, такого плюрализма, который был, там, например, 15-17 лет назад, от российской журналистики уже нет, потом, знаете, мне кажется, очень многое в журналистике зависело еще и от заказчиков, да, потому что все равно журналистика – это зависимая профессия, и еще, там, лет 18-20 назад крупные медиахолдинги нашей страны контролировались, ну, и крупными бизнес-группами, которые были, по сути дела, еще в какой-то мере и заказчиками того, о чем пишут, или говорят, и показывают журналисты, сегодня, конечно, этого практически нет, потому что… Вы считаете, что сейчас российская журналистика никем не контролируется? Наоборот, она более государственна, наоборот, я думаю, что контроля стало намного больше. Это хорошо? Ну, как вам сказать, как сказать вообще, я считаю, что где-то это не очень хорошо, да, там, потому что журналисты, они теряют вот это вот чувство, ну, своего рода санитара леса, да, там, чувство, когда они могут сказать что-то, что не очень приятно тем, кто у власти, но, собственно, очень полезно обществу, потому что, ну, это не зря журналистику называют четвертой властью, она должна свою функцию этой самой четвертой власти осуществлять. С другой стороны, меня, например, всегда поражало, я хотел бы сказать, ну, я несколько лет работал, я жил и работал в Европе, да, и меня всегда поражало, что при всей, как сказать, демократичности европейского общества, при всей той свободе слова, которая была в Европе, всегда были темы, на которые журналисты всегда выступали единым фронтом практически. Ну, например, все, что касалось внешней политики государства. Но в этих вопросах журналисты всегда выступали единым фронтом, практически всегда. Если и были голоса против, то это был очень узкий сегмент, но я бы не сказал, что говорили, что маргиналы, потому что это не то слово все-таки, да, нашей профессии не может, так мое понимание, маргиналов. Но были, был только очень узкий сегмент, да, людей, которые не поддерживали. Все равно журналисты, не зря же еще Владимир Владимирович Ленин говорил, что газета – это коллективный агитатор, организатор и пропагандист, да, журналисты все равно, как ни крути, они пропагандисты определенных мыслей, идей. И сегодня это вот даже где-то, это можно сравнить с Западом. Сегодня, когда Россия выступает с какими-то внешнеполитическими инициативами, да, там, когда есть такая вот сложная ситуация вокруг России, то, конечно, сегодняшняя журналистка, она больше поддерживает. Тоже война в Чечне, мы помним, насколько разные мнения были у очень серьезных каналов, да, там, НТВ, ОРТ, тогда, по-моему, не ОРТ называлась она там, но в любом случае, первая кнопка, да, там, они выступали с диаметрально противоположных точек зрения по чеченскому конфликту. То же самое касалось, например, там, войны в Ираке, например, да, там, когда была там буря пустыни, там, да, там, первая война, вторая война. Была некая разность мнений, да. Тебе не кажется сейчас мнение одно по поводу той же Сирии? Ну, я бы сказал так, мнений может быть много, но мы слышим одно. Если говорить о журналистах, то журналисты, как бы, сейчас в основной своей массе высказывают одно мнение. Ну, в общем, конечно, так оно и есть. Вот не секрет, что Россия тоже познала нынче уже информационную войну, армянские СМИ познали задолго до российских СМИ. И скажи, в каких случаях ложь в прессе приветствуется, а в каких это вредно? Ну, я скажу так, ложь не должна приветствоваться ни в каких случаях. Но журналистика, это такая вот штука, здесь как бы вроде как ложь, не ложь, интерпретация. Здесь речь идет не о лжи, а об интерпретации. Знаете, когда я все-таки в советские времена был уже взрослым достаточно человеком, и свое образование получил в 80-е годы, диплом свой я получил в 90-м году, когда еще был Советский Союз. И по образованию я историк. Так вот, когда мы говорили о пропаганде, всегда приводился очень интересный пример, когда в Соединенных Штатах, я уже не помню в каком тогда американском крупном журнале, выходила большая фотография двух детей, стоящих с игрушечными, не игрушечными, бутафорскими автоматами Калашникова, в такой полувоенной форме, с красными галстуками, у вечного огня. То есть это была дань памяти погибшему в войне. Но подпись под этим снимком была такая, все дети в СССР пионеры. Не слово лжи, все дети в СССР пионеры. Но что видел американец в пионере? В пионере американец видел ребенка с автоматом в руках, стоящего по стойке смирно, и готова вроде как милитаризация. Что вот все милитаризированы, хотя я по своему детству никакой милитаризации не ощущал. У меня было абсолютно нормальное, мирное детство, где военного было не больше, чем наши игрушки в войнушке во дворе, как играют точно так же американские дети в СССР. Но оно вот в пионере есть, по-моему, в СССР. Скаут, скаутское движение, да, да, конечно. Но я к чему говорю, что интерпретация, это, ну как бы, это есть одна из формул разрубеется лыжейка, да, но я к чему говорю, вот если дав по форме, ни одного слова неправды в том, что сказали американские журналисты, показывать их не было. Вот она, истинная фотография, вот подпись, все дети в СССР пионеры. Самоамериканский обыватель, посмотрев на нее, считал, что советские дети чуть ли не с детства ходят с автоматами Калашникова, кровожадные, готовые там вступить в бой там и захватить весь мир. То же самое сейчас, когда нам показывают какую-то войну, когда нам показывают какую-то экстремальную ситуацию, вообще любую ситуацию, да, ведь по существу показывают одно и то же, разница в интерпретации, кто и как интерпретирует действия той или иной стороны. Много лет назад, сейчас ты удивишься, что я запомнил твою цитату, много лет назад ты как-то сказал о желтой прессе, что желтая пресса это результат долгой и кропотливой работы журналиста. Мне не изменилось? Нет, мне ничего не изменилось, потому что все должно быть качественно. Не важно, как это называют, да, там, ну, не важно, желтый ли это называют, бульварный ли это называют и все прочее. Если ты делаешь свой труд качественно, то это всегда кропотливо, то это всегда долго, и надо иметь в любом случае профессионализм, что бы ты ни делал. Знаете, не хочу сравнивать сейчас эту профессию с тем, о чем я скажу, но даже щипачи, те, кто воруют в карманах любые вещи, они тоже должны быть суперпрофессионалами, и это тоже результат многолетнего кропотливого опыта. Ничего не изменилось с тех пор мне. Да, но есть еще сейчас такое понятие зародилось, как желтая гуманитарная наука, которая сейчас активно тоже пользуется, новообразованные государства и народы. В какой-то степени это тоже относится к той же желтой прессе, желтая наука. Как к ним относиться? Да, к ним надо относиться как к неизбежному злу. Дело в том, что в эпоху перемен, эпоха перемен всегда поднимает наверх массы людей, которые громче всего кричат. Помните, по-моему, у Блока в поэме 12, «Предатели, погибла Россия, должно быть писатель, витие». Кто-то там кликушествует. Всегда есть те, кто громче всего кричат, кто претендует на какую-то истину. А самое главное, эти люди с легкостью оперируют фактами, абсолютно не погружаясь в него. Потому что истинному ученому, истинному историку, и некогда, слушайте, вот так легко, миллион туда, миллион сюда, факт направо, факт влево. Ему нужно подтверждение, когда он столкнулся с чем-то. А эти люди, пока ученые кропотливо где-то у себя работают, там в кабинетах, в лабораториях, в архивах, они будут что угодно. Это неизбежный процесс всех вот таких кризисных явлений и больших перемен. Ну, понятно, что желтая наука, она вредна для мозга человека. Очень, очень. Потому что все-таки пресса и наука – это разные вещи. А вот, что можно сказать по поводу того, что было в прошлом году в Ереване, на площади Баграмяна, и многие российские СМИ почему-то пытались перевернуть события, подать это как какой-то некий Ереванский Мальдан. Зачем это делалось? Ну, мне кажется, знаете, как... Мне кажется, Вадим, они это сделали, вот особенно в российских СМИ, это начали делать больше по привычке, больше по какому-то, прошу прощения, рефлексу, чего вы изволите. Вот ряд СМИ решили быстро обслужить некий запрос российской якобы. Они ошиблись с этим, да, это не был запрос российской власти. Но они решили, что есть некий запрос власти на то, чтобы показать это как Ереванский Майдан, да, там, что вот и тут там появились какие-то люди. Ну, если интересно мое мнение, то, мне кажется, причина событий, она совершенно другая была, она чисто экономическая была. Но надо понимать, что Армения находится в тяжелейшем экономическом положении. И не до Майдана. Да, и, во-первых, людям не до Майдана, они выживают. Но вот этот вот рост тарифов на электроэнергию, конечно, стал таким катализирующим фактом протеста. Не надо забывать еще об одной вещи, да, потому что вот это вот люди увидели, а что-то другое не увидели, а буквально ведь за несколько месяцев... Но это же раздражает местное население, они же смотрят российские каналы. Знаете, знаешь, Вадим, мне кажется, вообще армян в этом смысле слишком хорошая генетическая память о добрых отношениях с Россией, поэтому, к нашему счастью, это не испортило отношения армян ни к российскому телевидению, ни к России в целом, да, там, по крайней мере, я вижу, я езжу постоянно в Армению, вижу, как люди по-прежнему смотрят, но есть такое вот, знаете, недоуменное непонимание, а за что у нас так, а что случилось-то? Слушайте, мы ведь никому не предали, наши отношения к России остались таким же, оно и не может быть другим, в России живет больше армян, чем в Армении. Да, ну, надо еще дополнить, не все зрители знают, иногда бывает так, что редактор отправляет своего корреспондента и говорит, без сенсации не возвращайся. Ну, откроем же секрет, да? Да, да, но я сейчас... Сенсации приходится искать на голом месте. Ну, знаете, это называется, да, действительно, есть такое, что редактора говорят, обязательно задают тон, задают некий посыл, ну, сумму я могу сказать, это плохо, когда такое есть, да, там, я стараюсь избегать этих вещей, я стараюсь быть объективным, смотреть на факты и понимать, если это не тянет, то лучше об этом не писать или не говорить. Да. Савалов, скажи, вот вроде бы как в армянских СМИ нет как такового авторитаризма, как в соседних государствах, в той же Турции, например, мы видим, или в Азербайджане, и в то же время журналистика там, мягко говоря, такая слабенькая. С чем это связано? Ну, знаете, она не слабенькая, она в загоне, в мое понимание. Она в загоне... А кто ее загнал? Я считаю, что в первую очередь экономическая ситуация, потому что, что такое СМИ, да? СМИ это продукт, такой же рыночный продукт, если на то пошло, да, как и любая другая вещь, да, там, я не знаю, как концертная деятельность, да, там, я не знаю, как то, что производят, там, пирожки, там, я не знаю, конфеты и все прочее. То есть, или газеты должны люди покупать, чтобы на этой газете жила, или рекламодатель должен или в газете, или на телевидении, или сейчас в интернете, на сайтах, да, давать какую-то рекламу, чтобы это СМИ могло выживать. Соответственно, Армения страна достаточно бедная, рекламные бюджеты очень маленькие. Исходя из этого, журналисты, конечно, получают там очень-очень скромные деньги. На эти деньги, конечно, и талантливые журналисты или уезжают, или просто люди меняют профессию, потому что, ну, есть другие возможности. Другие сохраняют внутренние стержни журналисты и пишут, работают за копейки. Ну, дело в том, что таких, к сожалению, очень мало, да, поэтому, конечно, и качество СМИ. Ну, или есть люди, которые работают на государственной СМИ, там просто, это госзаказ, ты работаешь на государственной СМИ, должен понимать, что ты выполняешь некий госзаказ. Поэтому армянская пресса, она в загоне большей частью из-за целой ситуации в Армении. Она, если бы экономика Армении процветала бы, то СМИ точно так же процветали. Точно так же. Скажем, как человек из диаспоры, на что, как ты думаешь, должен обращать сегодня армянский журналист, прежде всего, внимание? Ой, ну, на что он должен обещать? Все-таки человек из диаспоры, он, наверное, больше видит и плюсы, и минусы, когда приезжает. Ну, скажем так, свежий взгляд, да, там, взгляд со стороны, он всегда дает возможность разглядеть детали, которые невидимы или не до конца ощущаются, потому что люди к этому привыкли внутри страны. Ну, на что должен обращать внимание человек, да, там, если речь идет о человеке из диаспоры. Но меня всегда, например, шокирует то, что, там, когда ты въезжаешь в Армению, особенно когда ты въезжаешь на машине, например, ты вынужден платить за право въезда. Получается, что армяне платят за право въезда в свою родную страну. Я считаю, что армянским журналистам эту тему следовало бы поднимать, хотя бы потому, что в Армению ежегодно въезжает примерно столько же армян, сколько живут в самой Армении. Связи очень тесные. Большинство людей въезжает именно наземным транспортом, на автомобилях. И, конечно же, когда тебя на въезде за то, что ты по существу, за то, что ты армянин, потому что 99% въезжающих людей это армяне, ты платишь какой-то там эфемерный непонятный налог. Там, когда-то, когда Армения не была в таможенном союзе, они говорили, что это налог на временное таможенное оформление автомобиля на въезд в Армению. Сейчас это изменили на экологический сбор. Как в самолетах. В самолетах, там другая история, в самолетах это деньги ты платишь, когда ты выезжаешь из Армении. Вылетаешь, да. То есть, когда ты покупаешь билет в Ереван, он стоит дешевле, чем когда ты покупаешь билет из Еревана. Когда-то эти деньги в аэропортах ты платил отдельно, вне стоимости билета. Я помню. Да, и вот они как-то так решили, что, чтобы не раздражать людей, они включили стоимость билета. Поэтому обратный билет из Еревана всегда стоит дороже. И многие люди не понимают, почему, и даже не задаются все эти вопросы. Такая практика только в Армении или еще в каких-то странах? Я скажу так. Я был в десятках стран. Я никогда ничего подобного не видел. Ни по части автомобилей, ни по части самолетов. Я никогда не видел. Это армянское ноу-хау. Воздушное. Да, да. Я думаю, что это такой налог на происхождение своего рода. Потому что и воздушный транспорт, да и автомобильный. Самое интересное, что ты платишь деньги не только при въезде на машине, но и при выезде. Человек платит дважды за это. Ну, слушай, ты проезжаешь в Грузию, тебя никто ничего не берет. Ты спокойно проезжаешь эту границу. Ты приезжаешь в Армению, я уже не говорю о неблагоустроенности. Ты сам это видел. Ты сам это рассказал. Но с тебя еще и берут деньги. Сравнить, конечно, грузинскую таможню и армянскую таможню. Это небо и земля. Все-таки это ворота страны. Я думаю, провести нужно как-то такой божеский вид. Я, правда, не знаю, как выглядит армяно-иранская таможня. Но зато я вижу, как выглядит армяно-грузинская таможня. Честно говоря, порой бывает стыдно даже с друзьями въезжать туда. Да, это же не просто таможня. Здесь комплекс границы, да, потому что это и пограничная, и таможенная служба, и разные сервисы, например, связанные со страховкой автомобиля и все прочее. То есть, конечно, все это сделано в таком базарном стиле середины 90-х годов. Хотя, насколько я понимаю, по тому, как много людей въезжают, я думаю, там доходная часть этого дела, один пограничный пункт, приносит немалые доходы армянскому бюджету. И, конечно, следовало бы благоустроить все это, сделать лучше. Собол, а ты знаком с карабахским СМИ? Ну, я периодически смотрю сайты, конечно, карабахские. Там, знаете, когда-то, когда еще был Советский Союз, и только вот эти все волнения начинались, но была единая страна. Я помню, я подписывался на, как он, Советакан Карабаха, Советский Карабах, как газета называлась, подписывалась, она мне ко мне приходила там с двухнедельным или с трехнедельным опознанием, потому что я учился был студентом в Ульяновске. Но я читал там, конечно, Дадыр эту газету. Ты родом из Карабаха. Да, я родом из Карабаха, из Мартакерта. Сейчас я смотрю, в основном, конечно, сайты. Иногда через интернет, опять же, смотрю телевидение. Ну, оно такое же, как и в Армении, оно мало чем означает. Да и, в общем-то, схожее. Но оно более такое прорусское, что ли, или русскоязычного больше. Оно все-таки отличается акцентом. Дело в том, что население Нагорного Карабаха в целом более русскоязычное было всегда, потому что, находясь в составе Азербайджана, выбор был небольшой. Если не по-русски, то по-азербайджански. Потому что, например, люди, получившие образование в Армении, очень тяжело получали потом работу, особенно ответственные в должностях в Карабахе. Поэтому очень многие выезжали или в Россию получать образование, или в Баку, в Азербайджан, получать образование. Соответственно, конечно, русский язык для карабахских армян был превалирующим. И здесь нет ничего удивительного, что оно более про русское и все прочее. Но ситуация все равно меняется, я должен сказать, что сейчас на карабахском телевидении увидеть передачи на русском языке практически невозможно. Можно на сайтах прочитать очень грамотный русский язык, очень правильный русский язык. Там видно, что люди знают, понимают. Но все равно есть некая государственная политика, есть некая политика продвижения национального языка. Поэтому становится все больше армянского. Ну, все равно, да, они более русскоязычные. Вчера я смотрел программу канала «Россия-24», где говорилось о пересмотре московского договора 1921 года. Мне понравилось то, что на этот раз российские СМИ не стали сидеть на двух стульях. Но Турция, понятно, Бог с ними сейчас отношения. Турции такие, что сам Бог велел говорить о Турции, вспоминать старые обиды. Но мне больше понравилось, что российский канал, государственный канал, упомянул также Нахичеван и Карабах. Что Россия сейчас двигает? Говорить об этом громко и при этом не думать о том, что можно испортить отношения с Азербайджаном, который тоже якобы а-ля союзник России. Ну, это, конечно, мы сейчас затронули очень большие материи, да, там очень большие темы. Мы поговорим только о российских СМИ. Да, да. Почему сейчас они об этом заговорили, и именно об Азербайджане? Я думаю, что, во-первых, мы, почему об Азербайджане, для меня это вполне понятно, потому что Азербайджан последние 24 года, 25 лет со временем обретения независимости открыто и явно всегда декларировал один лозунг. Два государства, одно отцы, один народ. И совершенно очевидно, что Азербайджан рассматривается Россией как естественный союзник Турции. Нет, я бы не сказал, я бы при всем том, что Армения в очень сложных отношениях с Азербайджаном и все прочее, я бы не стал называть Азербайджан предатком Турции. Да, союзником, верным союзником, я бы назвал более того, не надо забывать, что по тем же договорам 21 года, Турция является гарантом безопасности Азербайджана, особенно касательно территории Нахичеванской автономной области тогда, и Нагорного Горобаха. И по тому договору Турция не была сторонней, когда формировалось азербайджанское государство, Турция была прямым и явным игроком в этом деле. Ничего удивительного нет, что сегодня азербайджанское руководство так тянется. Потом Турция это крупнейший региональный игрок, крупнейший. И разумеется, она этнически, религиозно, очень близки Азербайджан и Турции друг к другу, политически Азербайджан все время тянется к Турции и в общем какой-то мере... Нет, но они не отпускают руку России тоже. Я думаю, что здесь много причин, почему они не отпускают руку России. Ну, во-первых, не надо забывать, что в России живет несколько миллионов азербайджанцев. Несколько миллионов. Во-вторых, не надо забывать, что... Ну, общая граница тоже. Огромная общая граница. Северные территории Азербайджана это, в общем-то, такие территории, населенные народами, большая часть которых живет на нашем Северном Кавказе, на Северном Кавказе, на Северном Дагестане, да, там Лизгин и все прочее. То есть Азербайджане не все так просто, поэтому Азербайджан, конечно, кровно заинтересован в мирных отношениях, да, там, ну, в конце концов, если говорить, называть вещи своими именами, есть история там Южной Осетии и Северной Осетии, да, там, есть история Абхазии, да, и все понимают, что, в общем-то, если, не дай бог, там, для Азербайджана, да, там, поднимется движение за автономию и независимость этих северных народов Азербайджана, то их разделенный народ, то есть та сторона народа, которая в российской части, она не останется в стороне, соответственно, хочет Россия того или нет, она тоже будет втянута в эту игру. Да, но Азербайджан наверняка понимает, что этот московский договор 21-го года подразумевает не только Сурмалинский уезд, но и тот же Нахичеван. Да, да, да. Ну и экономика. Еще не надо забывать об экономике. То есть сбыт продукции сельского хозяйства, азербайджанская продукция сельского хозяйства, в основном это Россия, это, в основном, продается все это в России, да, там, поэтому никуда от этого не деться, это будут миллиардные убытки, там, да, там, и где-то даже социальные волнения. Я думаю, Турция поделится опытом, как миллиардные убытки понести. Для Турции эти убытки менее значительны, менее значимы, чем для Азербайджана. Не надо забывать, что все-таки Турция и промышленном плане развита, да, там, и, там, Турция это крупнейший производитель автокомпонентов в мире. Можете представить, да, то, что, ну да, она понесет, там, 10 миллиардов убытков, предположим, турецкая экономика, доллара, да, но при этом она там это компенсирует прибылями в других отраслях. А Азербайджана в таких отраслях нет, особенно на фоне такого катастрофического для них снижения цен на нефть. Скажи, вот, муссируется очень часто об этом договоре, о котором мы сейчас упомянули, в российских средствах массы информации, и даже, я знаю, что КПРФ внес законопроект в Государственную Думу, да, насколько я знаю. Это какой-то пиар-ход, или какой-то месседж Турции, или все-таки это реальные такие вещи, которые действительно может пересмотреться российским руководством? Ну, скажем так, во-первых, это месседж, это, конечно, в первую очередь некий сигнал для Турции, да, там, что мы можем пересмотреть. Ну, это торговля армянским вопросом, понимаете, с одной стороны. Да, ну, вся мировая политика, это торговля теми или иными вопросами, вся мировая политика. Здесь, как бы, не надо думать, что политика это нечто святое, нечто такое, чем никто не торгует, да. В конце концов, армянским вопросом очень успешно торговали и западные страны, когда после Первой мировой войны все вдруг забыли об обещаниях создать армянское государство и помочь... Подравиться. Да, да, да. И в конечном итоге армянское государство возникло только на разваленных Российской империи. Только на разваленных Российской империи. Во всех других регионах Малой Азии, да, там армянское население, по сути, было уничтожено. Здесь, как бы, не надо, ну, как сказать, не надо чураться этого понятия, да. Торговля есть, да, и в этой торговле надо искать свою выгоду, да, потому что торговля подразумевает некую выгоду. И, конечно, для Армении выгода в том, чтобы эта торговля... Лишний раз напомнить. Да, лишний раз напомнить о себе, да, и прошло мирно. Символично, конечно, что коммунисты об этом говорят, потому что именно коммунисты в свое время... Да, они и передали. Да, и отдали. И вы знаете, по-моему, в Тбилиси, в Тифлизи тогда была конференция, по-моему, в 21-м году, где Троцкий призывал Турцию к красному джихану. Да, там это... И вот сегодня коммунисты, ну, может быть, они поменяют свои взгляды от коммунисты, да, может, они отрекутся от того, от того именно в этой части наследия, и в конце концов признают, что тогда, когда сдали армян, и Россия, кстати, потеряла много своих территорий за Карсом, это была большой политической ошибкой. Большой. Ну, я думаю, что коммунисты, когда отдавали, они надеялись на то, что там все-таки пролетариат победит. Ну... Все-таки кемалийская Турция, это не нынешняя эрдогановская Турция, где во главе углана и у османизма. Надо понимать, что, конечно, турки сильные дипломаты, когда они приехали с советскими тогда дипломатами встречаться, они были в папахах с красными этими повязками на голове и кричали о пролетариате, хотя, конечно, тогда пролетариатом в бедной, нищей, аграрной Турции и не пахло никак, да, там. Ну, а те политики, которые были у власти в нашей стране тогда, в общем, наверное, они глубоко не вникали это, я не думаю, что они прям так глубоко знали историю вопроса, это как раз к вопросу о желтой науке, да, там как раз была эпоха больших перемен, когда люди руководствовали больше своими какими-то фантазиями и сиюминутными интересами, чем каким-то глубинным знанием и принятием перед глобальных решениями. Савел, вот последний вопрос, который хочу задать, да, у нас время ограничено. Как думаешь, вот хотел узнать мнение эксперта-корифея, скажем так, в журналистике, если, допустим, этническим армянам, проживающим в России, Украине, в других странах, журналистам, когда мы пишем о вопросах Нагорного Карабаха, упоминать этот регион не в терминологии Карабах, а Арцах, стоит это делать или все-таки нужно придержаться? Я здесь сторонник того, что мы должны оперировать понятными людям термины. Надо все-таки понимать, что для большинства людей, живущих и в России, и в Украине, и в Беларуси, и вообще в близлежащих странах, понятие Арцах, я прошу прощения на такой тарсологии, непонятное. То есть, что такое, каждый раз, когда ты говоришь Арцах, надо объяснять, что же это такое. Так проще тогда сразу так и сказать, Нагорный Карабах. Тем более, что... Когда-то же должны привыкнуть, но что-то в скобочках упоминать. Я думаю, что, неважно, как ты... Вот я приведу простой пример, это Германию. Германию называют Германией, Германию называют Немечина, Альмань, Немечина, Чехия, там, многие славянские народы, и от этого ничего не меняется. Знаете, есть такая замечательная русская поговорка, да, там, называйте, как хотите, только в печени сажайте, вам, да, вот что-то такое. Ну, во-первых, сами карабахцы себя очень часто называют карабахцами. Это тоже историческое название. Это тоже... Этому названию тоже много лет, да, там, много сотен лет, много веков, да, ну, слово не армянского происхождения, тюркского происхождения, да. Но если оно укоренилось в народе и стало повседневным, я не вижу. Можно назвать и арцахцами, и карабахцами, а... Просто некоторым слух режут, что армяне называют себя тюркским каким-то этнонимом, карабахиец, звучит что-то вроде Ак-Кой-Лу. Ну, я сейчас объясню. Я думаю, что для людей, которые не армяне, и тем более не оттуда родом, слово карабах звучит точно таким же армянским словом, как и слово арцах. Точнее, слово с карабах звучит таким же инородным словом. На самом деле это не принципиальный вопрос. Я считаю, что нам не надо ломать стереотипы, восприятие, а надо пользоваться теми понятиями и терминами, которые люди воспринимают. Это мое мнение. Это при том, что я родом сам из Карабаха, да, там, и, в общем-то, я должен быть первым сторонником того, что мы говорим, нет, мы арцарцы. Это не важно. В общем, это не первоочередная. Абсолютно. Это, да, это совершенно внешняя вещь, это такая, внешний фактор. Он не имеет принципиально никакого значения. Никакого. Все, спасибо. Да, пожалуйста. Это был член Союз журналистов России, основатель и генеральный директор информационного портала Дон Дэй Самвел Налбандян. Ну, а мы с вами встретимся совсем скоро. Спасибо.